Подскажи, пожалуйста, как прокачать взгляд? А зачем тебе это нужно? Вот вы знаете, у меня всегда такой вопрос. Вот приходит человек на тренинг, да, и говорит, Алекс, у меня к тебе вопрос, а как голос прокачать? Вот я хочу голос прокачать. Или, Алекс, у меня вопрос, а как мне прокачать это самое... Там взгляд, допустим, телеску. Ну, по идее, знаете, человек мне задает вопрос, я ему отвечаю всегда на этот вопрос, да. Ну, там, то-то, то-то делай. Ну, потому что он пришел ко мне на тренинг, заплатил мне бабки, да, и мне надо ответить на его вопрос, который его интересует, да. Но по-честному, по-честному, да, я каждый раз внутри, у меня возникает вопрос, а нахуя тебе нужно это, и кто тебе вообще сказал, что тебе это надо делать вообще, да, что тебе надо прокачивать, там, взгляд, там, голос, там, допустим, да, там, и разные, там, вещи, которые ты считаешь, что тебе нужно прокачивать. Вот мне нравится недавно видос у Лилифа хайпанул про размер члена. Классный видос, он очень круто хайпанул, набрал, там, полтора миллиона просмотров на Ютубе, потому что она правду сказала. Ну, и как бы, видимо, я не знаю, почему так много посмотрел это видео, видимо, просто для людей это откровение, что размер члена действительно не имеет значения. Но она, как телка, сказала, почему он не имеет значения. Вы знаете, смотрите, и это, кстати, вот это связано с этим вопросом. То есть, мужик почему-то решает, что ему надо прокачать взгляд, вырвнуть, вырвнуть там зубы, например, да, или увеличить размер члена, или там прокачать телеску, или еще какую-то хуйню прокачать. Откуда он решил, что ему надо это прокачивать? Кто ему это сказал? Кто сказал, что ему надо это прокачивать? Почему он решил, что ему надо это прокачивать? А потому что просто вот ему кажется, вот, например, ну, знаете, вот в качалку некоторые ходят, то же самое с фитнесом так связано, да, там, у него появилась какая-то херня в мозгах, что вот нужно иметь большой бицепс, короче, если у тебя большой бицепс, значит, ты красивый, да, у одного. А у второго, короче, типа пресс, короче, надо иметь классный, да, там, а у третьего грудь там надо увеличивать. И, короче, эти люди, ну, фитнес-тренер относится к этому так же. Ну, приходит человек к нему в клуб, и он говорит, как прокачать грудь? У него заморочка, что должна быть большая грудь. У него большой живот, у него, короче, маленький тип бицепса, а он качает только грудь. У него грудь, как у телки, там, допустим, или наоборот, у него там жир там со всех сторон капает, но он решил, что надо бицепс прокачать ему, да. И это будет круто, это, блядь, смешно. Так вот, то же самое и здесь. Кто сказал, что нужно иметь члена, что нужно взгляд такой иметь тебе там, что голос у тебя какой-то не такой. Нужно просто прокачать техники, техники соблазнения. Мы в теме занимаемся только техниками соблазнения. Самые главные техники для соблазнения – это техника подсадки женщины, влюбления женщины. И там нигде не сказано, что у тебя должен быть прокачанный, сука, взгляд, потому что взгляд там вообще никакого значения не имеет. Или голос, да, он побочное значение имеет. То есть, когда ты делаешь правильно технику, да, у тебя уже по определению там правильно все с голосом и взглядом, потому что по-другому ты сделать ее не сможешь. Все, точка. И не надо отдельно прокачивать ни взгляд, ни голос. У меня вот был такой человек, который, значит, депутат, он очень умный был, он говорит, слушай, Алекс, мне кажется, что мне надо сперва голос прокачать, потому что взгляд поэлементно, как смотреть, не имеет значения никакого. Это также то же самое, что ответ вот лилит на вопрос, важен ли размер члена. Кто сказал, что в размере члена дела? Вот мне знаете, мне нравится, как Руссо как-то высказался по поводу секса. Он говорит, вот представьте себе, что вы же, говорит, гладите собаку целиком, да, полностью все тело собаки, там, с головы до ног. Вы же не гладите собаки только яйцами. Почему вы, блядь, с женщинами так себя ведете? Почему вы считаете, что женщине важен размер твоего члена? Порно насмотрелись, да, вот, или там взгляд, или рука, или мизинница там прокачать тебе, короче, важно там, сука, пиздец, да. То есть тебе нужно, нужно в целом повышать уровень свой, как соблазнитель, технологический уровень, и уровень воздействия на женщину целиком. Это означает, что 99% секса, это не связано с сексом, не связано с сексуальным маркетом вообще. И вот этот член, там, да, пизду, это 1% всего. Ее удовольствие от секса, это 1% только. А мужчины считают, что это важно. Прям пиздец. Не важно это совершенно. Женщине не важен размер члена, твой взгляд, твой голос, твой палец ноги, короче, твой пресс, твой бицепс, там, не важен. Твое тело вообще похуй женщине на твое тело, и как оно выглядит на самом деле, по-хорошему. И поэтому это не имеет никакого значения. Можете прекратить ходить в фитнес-клуб, если вы ходите из-за этого в фитнес-клуб. Прекратить заниматься увеличением члена, блядь, с помпой. Вот заморочка тупая совершенно человека. Помпу себе вакуумную купить и увеличивать размер свой. Пиздец вообще. Вот знаете, я разрешаю сейчас таким образом бизнес всех секс-шопов, этих дурацких вакуумных помп. Потому что они не имеют никакого значения, они никакого значения на удовольствие с женщиной не имеют вообще. Женщине интересно в целом, в совокупности, как на нее воздействуют. Что интересно? Как ты на нее смотришь в определенный момент времени? Что ты ей говоришь? Ты хвалишь ее или ругаешь ее? Как ты ее оцениваешь? Кто ты такой вообще в ее иерархии? Какие у тебя особенности есть? Ей интересно, чтобы на тебя тоже смотрели другие девочки и молились на тебя. Ей важно, кто ты. В первую очередь. Ей важно, кто ты такой. Куда тебя запихнуть в своих полочках, в которых там люди разные разложены? Ты бомж, ты там отшельник, ты бог, ты человек, обладающий какими-то супер качествами, ты супергерой. Она любая хочет себе вот это, супергероя, уникального человека, принца на белом коне. Вот нужно на это выходить. Уровень бога, соблазнение в стиле бога. Нужно закидывать ей такую легенду, в которой ты просто вот здесь находишься. И когда вот этот человек будет ее трогать, и точно так же будет вот этот человек трогать, это будут разные реакции тела. То есть ее будет трогать божество, и ее будет трогать бомжара одинаково. И будут разные реакции тела, потому что она вот здесь, вот эта вот вещь, она очень сильно влияет на ее реакции тела. Вот это божество трахать вот таким вот членом, и она будет кончать очень сильно. И будет вот бомж предлагать ей вот такого размера член и прокачанный взгляд, и она будет посылать его в жопу, потому что она его воспринимает как вот здесь. Поэтому в соблазнении имеет значение легенды, образы и другие техники, да, там, по тому, чтобы она тебя воспринимала как верхнего доминанта, там, чтобы она молилась на тебя, технологии свиты, там, командная работа и куча-куча всего, да. И от этого всего зависит от того, как она будет чувствовать в сексе тебя. То есть все это выливается в то, что она испытывает безумный оргазм от тебя, потому что ты вот в совокупности во всей своей, да, воздействуешь на нее. И кульминация там, да, это она в кровати с тобой, и она кончает там безумно тебя, да, вот и все. Это все про секс. Тут секса вот полового вахта 1%, но это про секс. А мужику внешка важна, как ни крути. Неа, тоже нет. Вот смотри, здесь огромное количество супрахуенных красивых баб. Некоторые из них мне предлагали замуж. Фу, жениться. Так, подождите, они мне предлагали, сейчас соображаю, что они мне предлагали-то? Как это сказать-то, блядь. То есть они мне, да, я что-то запутался уже. Ну, короче, они предлагали так немножечко узаконить отношения. То есть я должен был на них жениться. Вот. А они хотели за меня замуж. И не важно, что она красивая. Не важно, что она красивая. Это не важно. Они все красивые здесь. Они, они, то есть, как бы, мне интересно должно быть с этим человеком. Иначе плевать на эту красоту. То есть нету ценности в ней. Красивая девочка, для того, чтобы хвастаться друзьям, нужна какому-то чуваку совершенно, который в женщинах не разбирается. Ну, то есть это человек, который вообще, женщина для него, это так, потешить свое самолюбие, эго и показать, смотрите, какую я с какими сиськами ебу. Ну, то есть это IQ там ниже 60 примерно. Ну, да, там важно, действительно. Если человек каждый день бухает водку, значит, ты из таких, да, то, конечно, ему важно красивая телка, там, и ей понтоваться перед друзьями, да. А мне это неинтересно, и многим людям у IQ выше 60, это неинтересно. Ей нужно что-то еще. Это недостаточно иметь красивую жопу, там, сиськи для того, чтобы человека заинтересовать. Понимаете? Это я так чисто от себя говорю. Я не как тренер говорю, я не как там лидер темы. Я вам говорю просто как я, как человек, да. То есть это вот мой взгляд на это. Можете меня за это закидать помидорами. Вот. Мне плевать. Девочка может потолстеть, да. Моя девочка, там, допустим, ну там, с которой я там тусуюсь, там, да. Она может выглядеть идеально, ну, я ее могу раскормить, как часто бывало, короче. Девочка, с девочкой встречаюсь, она модель, там, крутая, короче, все такое, я ее раскармливаю. Она становится жирная, как она говорит, щеки торчат из-за спины, довольная, счастливая. Мне похуй на то, что она испортилась внешне. Потому что она становится счастливая, добрая, позитивная, классная. И то, что у нее там чуть-чуть живот отрос, и ляжки появились, какая, блядь, разница, да. Я чувствую с ней классный энергетический контакт, мне хорошо с ней, да. Ей со мной, да, там, она счастлива. Ну и что, что у нее ляжки там, или сушки подвисли, какая разница, да. То есть с точки зрения удовольствия, которое я от нее испытываю, да, наплевать на ее тело. Да, я ведусь, я согласен, я ведусь на красивых телок, там, ну как сейчас начнут говорить. Аликс ведется на красивых телок, знаю все это, да. Я ведусь на красивых телок, но дело в том, что мне звонят сейчас, блядь. Это не, скажем так, ее красота, не повод с ней встречаться. Это повод, может быть, один раз переспать, это уже не так интересно. Как раньше. Я уже такой стал, блядь, зажравшийся, что, понимаете, да, никому не говорить. Вот. Мне надо делать вещь, что я на любую могу залезть. Ну, то есть это мой имидж. Я должен держать, сука, имидж, мне потом ругать будут, блядь, что, сука, я всех там, типа, готов отъебать. Ну, на самом деле, так, типа, чесноку. Ну, по приколу могу. Знаете, у меня был случай, когда я по приколу трахнул самую страшную телку на глазах у там красивых, ну, я вам уже рассказывал это. Для того, чтобы просто эти красивые охуели. Ну, чтобы им просто эго их, по эгу въебать, короче. Вот. Такая вот тема. Так что все это фигня. Так.